Валерий Романенко, возможно, разъяснить нам детальнее. Есть ли шансы, чтобы Гриппин появились в Украине? Авиаэксперт, которого вы хорошо знаете, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова. Здравствуйте, Валерий. Рад вас видеть. Приветствуем. Добрый день. Ну, вот смотрите, все-таки есть такая вероятность, что переговоры о Гриппинах начнутся. Напомню нашей аудитории, что Гриппин — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, СААП, Авионикс его разработали. Скажите, пожалуйста, эти разговоры идут из-за того, что есть проблемы с F-16 или это параллельные процессы? Объясните эти детали. Что мы можем получить раньше и стоит ли сейчас педалировать с Гриппинами? Это параллельные процессы. И, собственно, инициативой к обсуждению получения Гриппинах был сигнал о том, что создана ассоциация, как же это называется, выскочила из головы, коалиция, да, коалиция истребителей F-16, да, и которая присоединилась в 13 стран. Но F-16, то есть европейскими странами было принято решение и Соединенными Штатами о передаче Украине самолетов. Это решение долгое время вызревало. Да, вы же помните, что довольно тяжело оно прошло и потребовало длительных переговоров. После этого было, вернее, еще до этого параллельно было направлено две группы украинских экспертов. Одна в Данию и Голландию, Норвегию, которая оценивала состояние истребителей F-16. И также группа была в Швеции, которая обсуждала, рассматривала возможности истребителей Гриппин. И вела переговоры о возможном поставке их Украине. Так вот, основной упор, все-таки решение было принято о поставке истребителей F-16, что они станут основными нашими истребителями. А вот Гриппины будут как запасной вариант и, собственно, наиболее таким эффективным вариантом в смысле применения крылатых ракет с этих самолетов. Потому что сейчас у нас есть только Шторм Шэдоу и Скальп. Так вот, эти ракеты могут применяться либо с наших Су-24, которые уже адаптированы под них, либо еще более хорошим их носителем будет истребитель Гриппин. Потому что это штатные, они входят в номенклатуру вооружения этого самолета. Валерики, вопрос о поставках Украине F-16 остается открытым. Эти самолеты до сих пор не у нас. В частности, западные партнеры говорят о том, что процесс подготовки украинских летчиков, а также инфраструктуры занимает значительное время. Соответственно, это затягивает процесс предоставления Украине столь необходимых F-16. Если мы говорим уже о Гриппинах, то это означает, что их ожидать следует еще дольше? Опять же, подготовка и инфраструктура. Естественно, потому что если на F-16 уже полгода почти готовятся летчики, ну с сентября прошлого года, то на F-16 еще даже не начинались переговоры. Кроме того, неплохо было бы обсудить какие-то... О Гриппинах, Гриппинах вы имеете ввиду. Что-что? О Гриппинах, F-16. О Гриппинах, да, извините, Гриппинах, да. Кроме того, неплохо было бы определиться. Есть два Гриппина, знаете, есть Гриппин-просто, есть Гриппин-НГ, самолет, который уже до 4++, да. И вполне эффективно мог бы после пуска ракет сражаться с российскими истребителями. Либо вместо пуска ракет в Штормшедоу, да, мог бы вести воздушные бои с российскими Сушками. Поэтому, если, как только будет принято решение, ну, естественно, будут направлены наши летчики и техники для освоения этого самолета, но те даты, которые, те сроки, которые называют сейчас западные эксперты, то есть год на подготовку, они преувеличены. В принципе, для F-16 нужно 6-7 месяцев. И Гриппин, он двигатель такой же, как на некоторых моделях F-16. Вот, то есть это лицензия американского двигателя. Все вооружение абсолютно совместимо с вооружением F-16. Ну, вот, летные характеристики, скажем так, ну, скажем, авионика, оборудования самолета, также очень близки. Ну, вот, поэтому я не думаю, что процесс продлится более 6-7 месяцев. Ну, да. Но, как раз, с момента начала этого процесса. В СААП заявили, что у компании есть ряд готовых корпусов, которые можно, ответственно, быстро заменить, позволяют быстро заменить самолеты, которые отправляются в Украину. Но воздушные силы Швеции провели проверку, но данных пока не выставляют на показ, данные засекречены. А можете объяснить вот этот момент, объясните, что такое готовый корпус? Это значит, что должен быть нынешний самолет, который находится у Швеции, в нем нужно изменить некие технические характеристики, чтобы он попал в Украину? Или как? С чем это связано? Ну, я думаю, что это идет процесс переоборудования первых моделей Гриппенов на совершенную, ну, усовершенствованные варианты Гриппен-НГ. А, это те, которые вот в 1988 году первые были запуски, это, наверное, старые, на более молодой совке, да? Да, да, например, да, например, сейчас вот эти самолеты находятся на вооружении Венгрии и Чехии, да? Вот, так это оба старые варианты этого самолета, да? Вот, возможно, эти старые варианты, но шведы посчитают неэффективными в нынешних условиях. Я, честно говоря, в тонкости этого процесса не вникал, потому что это очень далекая перспектива. Вот, пока, да, пока это да. Но, так как вы это формулируете, это похоже именно на то, что на эти самолеты нужно будет установить только то оборудование, которое будет, ну, скажем так, согласовано с НАТО и Соединенными Штатами, да? То есть комплект оборудования нужно будет соответствующим образом адаптировать. Ну, и я думаю, что адаптация будет проходить в том смысле, что это оборудование будет более современным, чем на первых вариантах Гриппена, потому что получить самолеты со старым оборудованием – это подставить их под удар. Потому что война идет сейчас современная, война 21 века, война информационная, война в сфере бортовой электроники, да? И если бортовой комплекс обороны самолета не способен поставить эффективную помеху вражеским ракетам, да, то это ведет только к потере. Перед Украиной стоят сразу несколько задач. Среди них не только получение от западных партнеров новых видов вооружения, новых самолетов, но еще и уничтожение самолетов противника Российской Федерации, которые, в частности, наносят удары по мирным украинским городам и населенным пунктам. И, судя по всему, в последнее время наметилась тенденция на довольно успешное уничтожение вражеских самолетов, сушка-пад продолжается. Как вы считаете, о чем это может говорить? Ну, это говорит о том, что мы вот долго искали, как бороться с носителями крылатых бомб, и, наконец, эту проблему решили. Вот. И решили сразу, хорошо, и эффективно, и не одним американским патриотом. Судя по всему, тут уже несколько комплексов работают. Вот. Ну, не успеет один патриот в разных районах за неделю сбить, получается, сколько там, 10 самолетов. Да-да, около того. Да. Ну, не хватит одного патриота для того, чтобы вот так косить российскую авиацию. Причем, ну, пока направлений не называются, но, как правило, если в одном районе сбиты самолеты, там полеты на какое-то время либо совсем прекращают, либо резко сокращают. Вот. А патриот, если работать методом засады, то какое-то время он должен отстояться, чтобы, как говорится, ну, в этом районе не привлекать внимание противника там. Вот. То есть метод засады, он предусматривает промежутки времени между пусками. А здесь почти подряд. Вот. Тем более по два самолета в день. Так что работают различные, я так думаю, комплексы. Вот. И пока похоже, что все-таки найдено противоядие против этих российских носителей КАБов. Валерий, хочу спросить об итогах коалиции, которую создает Эммануэль Макрон, дальнобойное оружие, в том числе, просит для Украины. И там представители в Париже были скандинавских стран, Швеции, в том числе, представители Великобритании, стран Балтии. Скажите, для того, чтобы получить достаточное количество ракет на самолеты F-16, которые будут поставлены в Украину. Как идет в Украину? Как с этим идет вопрос? Ведь я так понимаю, что это абсолютно отдельные пакеты. Мы как бы просим тут Таурусы для того, чтобы можно было уничтожать логистику и базы врага, которые находятся за много сот километров от линии фронта. Но ракеты для самолетов – это абсолютно другая история. Да, это не связанные между собой процессы. Ракеты для самолетов, ну, мало связанные. F-16 не является носителем «Штормшедов» и «Скальп». Хотя при желании могут быть доработаны. Но смысл? У этих самолетов мы получим их небольшое число, и у них задача и так будет выше крыши, как говорится. И ПВО, и борьба с российскими истребителями, еще заниматься пусками крылатых ракет, в общем-то, просто не хватит возможностей. А о коалиции дальнобойного оружия пока речь идет о британских ракетах «Штормшедов» и французском варианте этой же ракеты «Скальп». Пока только две страны присоединились, и только две страны имеют достаточные возможности для обеспечения поставок дальнобойного оружия, вот этих крылатых ракет. Если американцы дадут их ракеты «Джасм», которые входят в комплект вооружения, номенклатуру вооружения истребителя F-16, это будет просто прекрасно, потому что они по всем параметрам соответствуют «Скальпом», «Штормшедову», и, главное, американцы имеют достаточное число этих ракет. И это позволит, в общем-то, разнообразить характер ударов и по дальности, и по целям. Одни ракеты способны уничтожать защищенные объекты, другие хорошо бьют по площадным целям, третьи, значит, прекрасно наводятся на радиолокационные станции. Вот. В общем-то, можно будет так всесторонне обслуживать потребности в потерях российской армии. Ну, а основное преимущество, которое получит Украина вместе с предоставлением нам F-16? Основное преимущество – это паритет в воздушных боях. То есть, если сейчас мы просто не можем их вести с российскими самолетами, наше оборудование наших истребителей не позволяет им сблизиться либо произвести эффективный пуск наших ракет и при этом уцелеть от ответного огня российских самолетов. Я не буду вдаваться в подробности, значит. Для того, чтобы запустить, вот просто скажу, чтобы запустить нашу ракету с вероятностью попадания, нужно сопровождать эту ракету почти до момента попадания в российский самолет. А российские самолеты стреляют по принципу «выстрелил, забыл, запустил ракету» и начинают выполнять противоракетный маневр. Вот разница, как говорится. А мы летим в режиме «Камикадзе» еще километров 50-70. В направлении вражеского самолета. И в направлении встречных ракет, запущенных по нам. Для того, чтобы сохранить жизни наших пилотов, правильно мы понимаем, что F-16 должны быть оснащены таким вооружением, что смогут запускать ответные ракеты по тем же «Сушкам» с более дальнего расстояния? И таким образом не подпускать «Су» вообще к линии фронта? Это так выглядит? Да, это основной принцип, на который, я полагаю, будут, так сказать, нацелены поставки этих самолетов именно с таким вооружением. То есть, если мы получим ракеты «Амрам» последней модели, «С-8», кажется, она называется, «Амрам-120-С-8», то тогда они имеют дальность 160 километров. Российские ракеты, основная масса, это Р-77 ракеты, они имеют дальность 120 километров. То есть, мы имеем бонус 40 километров. И мы сможем российские самолеты уничтожать еще до того момента, как они осуществляют эффективный пуск по нашим самолетам. Если мы получим более старые ракеты «Амрам», «С-7» и более ранние модели, то у них дальность 120 километров. То есть, мы вот по этому параметру сравняемся. Но мы же уступаем заранее по дальности обнаружения. Российские истребители там более 300 километров, а F-16 и Лу там речь идет о 120-140 километрах. Дальность обнаружения самолета. То есть, нам будет сложнее в этом плане работать. А первая и основная задача F-16, вы абсолютно правильно говорите, это уничтожение российских истребителей и носителей КАБов. Истребителей, истребителей и бомбардировщиков. В общем, надо нам перегонять А-50, насколько я понимаю, как-то. Нет, в наших условиях это очень сложно, потому что опционно российские истребители имеют на вооружении ракеты с дальностью до 200 километров. То есть, это ракеты с истребителя МиГ-31. Но они адаптированы под Су-35. И они смогут, если мы поднимем летающие радары, то, в общем-то, они тоже будут находиться в зоне опасности. Кроме того, летающие радары крайне дорогие самолеты. И держать их на территории Украины будет очень сложно. Да, зато российские летающие радары красиво падают и громко взрываются, что не может не радовать. Да, это действительно, так сказать, как говорил Черномырдин, да? Вот, по-моему, у него была хорошая фраза. Никогда не было, и вот опять. Да, именно так. Ждем появления F-16 в Украине. Будем следить за развитием событий. И они наверняка будут становиться все более и более динамичными. Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова, присоединялся к нашему эфиру. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.